Я не смотрел этого фильма, просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. Поздний Путин явно не справляется с возложенными на него функциями. Больно много нагрёб себе полномочий, до чёрта замкнул задач, и теперь каждый божий день заметно, как он перегружен под тяжестью критических проблем. Они растут подобно снежному кому, но дёрганный вождь не способен с ними совладать. Об этом говорит весь ход операции. Она идёт просто по плану, по графику. Всё делается так, как и запланировал генеральный штаб. В связи с кровавым, варварским, террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чём не повинных людей. Наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины. Его окружение видит, что в государственном корабле путинизма появилось множество пробоин. И он дал крен. Но боится сказать в глаза Путину, уходи вон, ты не справляешься. Не знаю почему так, может потому что ты мудак. Царя убирают из-под воль, не мелкими уколами и малыми дозами токсинов, а дезинформацией. Его поселили в пузырь, нарисовав перед глазами образ потёмкинской России. Тем более, что Песков Давича признал. Кремлёвец СМИ, блоги, соцсети и телеграм не читает, а получает некие манипулятивные выжимки. Есть копии этих документов. Я вам их оставлю на добрую память. Там есть перевод на русский, ну переведёте потом на английский язык. В его параллельной России всё хорошо. Так же примерно было с царём Николаем II, который ещё в январе 1917 года почивал на самодержавных лаврах. А потом грянула Февральская революция и смела 300-летнюю династию за три дня. Он мне кого-то напоминает. Оскомину набила история о том, как Путин лично управлял спецабосрацией в Украине. Как показывают свежие сводки с фронтов, отстранение Шойгу от дел в мае 2022 года оказалось ошибочным шагом. Под руководством кремлёвского обитателя части оккупантов совсем утратили наступательную динамику. Подорвали мотивацию, не хотят гибнуть в бессмысленной мясорубке. Победить Украину теми ресурсами, которые сейчас Россия там пытается воевать в режиме колониальной войны, да? Ну, это невозможно абсолютно, потому что российской армии там противостоит вообще сильная армия, которая по полной программе поддерживает сильнейшее в экономическом, технологическом отношении государство Европу, да? Очевидно, что Шойгу своевременно вышел из-под удара, переложив всю ответственность за авантюру лично на говнокомандующего. Вот такая своеобразная месть Тувинца, кураторы которого ведут свою политическую игру против Путина. Все украинские паблики забиты информацией побед освобожденных сел, которые были заранее подготовлены под это. Втянув фактически на километров 15 внутрь противника, и мы видим, как вертушки перебрасывают и фактически закрывают, создавая котел, в котором будет уничтожена одна из последних группировок ВСУ. Вот как ситуация развивалась. Но реального питерского пацана разводят не только спецоператоры. Хитрые ребята из правящей команды системных либералов тоже в меру своих сил формируют из Путина образ неадеквата. Чего только стоит его выступление по бумажкам на совещании по экономическим вопросам. Это обычное дело. Горе-лидер выдает за крупное достижение, что правительство не допустило резкого спада в экономике. Инфляция стабилизировалась. Хотя враги осуществляют против страны финансово-технологическую агрессию, но их блицкрик против РФ провалился. Это политика, которая проводится коллективным западом на протяжении десятилетий. Но катализатором этих процессов стало ускользающее доминирование Соединенных Штатов Америки в глобальной экономике и политике. А также упрямое нежелание или даже неспособность западных элит увидеть, признать объективные факты. Все эксперты мира предрекают, что Америка уже через какое-то время, к осени, она потеряет всякий абсолютно, она обезводит. Уже ее доллар никому рухнет, рухнет экономика. Этот доллар уже никому не нужен, он за него ничего не... Это простая бумага. Да, а вот рубль, советский рубль и российский сегодня рубль, вот рубль, он подкреплен абсолютно полностью. Спасти его уже невозможно. При этом пропаганда все пишет о проблемах европейцев и американцев. А про тягости жизни своего населения гробовая тишина. Так достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность, все это бросается в топку санкционной печи. Но кремлевские спичрайтеры совсем не утруждают себя и десятый год подряд, как по накатанной, дискредитируют Путина цитатой о выходе российской экономики на траекторию роста. Когда же начнется сам рост? Загадка сфинкса. Я не знаю, я не понимаю. Копнем немного в историю. В январе 2011 года, после экономического кризиса, Путин заявил. Сейчас российская экономика вышла на траекторию роста. Объективные показатели свидетельствуют о позитивных тенденциях. Коллеги говорили сегодня тоже об этом. В июле 2016 года он снова изрек, что мы практически преодолели спад. Созданы базовые условия для выхода на траекторию роста. Похоже, все к этому и идет. Через год, в сентябре 2017 года, российская экономика вышла на траекторию устойчивого роста. Опять? Хе-хе-хе-хе-хе. Что значит опять? То же самое произошло в 2018 году. Мы вышли на траекторию устойчивого роста. Такого никогда не было, и вот опять. А все только бла-бла-бла-бла. Этот рост пока скромный, но это не падение, а рост. В этой связи могу сказать, что мы предпринимаем очень серьезные усилия в этом направлении. И, конечно, в 2020-м у нас есть ресурсы, возможности, чтобы быстро восстановить национальную экономику, выйти на траекторию роста. Аплодируют стоя. Давайте похлопаем друг другу. Просто какой-то сизифов труд российской экономики, которая не способна расти, а только приближается к некой траектории роста. И решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. Не хочется думать о самом худшем, но все-таки более 10 лет спичрайтеры Путина держат его за идиота. А он бровью не повел. Что это? Особая выдержка или просто явное слабоумие, ставящее российский народ на грань тотального краха? Объединяя наши усилия и потенциалы, мы сможем обеспечить надежную безопасность и стабильность и наших стран, и мира в целом. Повреждения незначительные, как сейчас вот мне докладывают, то это займет максимум один день. Максимум один день. Если значительные, ну тогда полтора дня. Извините меня, будем напрягаться для того, чтобы убрать. Вот эти кадры, которые показывают, люди просто, видите, отдыхают. КОНЕЦ